Мы проводим как уроки. Я все перемешиваю. Вот я всегда спрашиваю, с какой стороны, во-первых, лежат вилки, с какой нож. Понятно, что ножи лежат справа, вилки слева. Почему? Потому что так удобнее. Но вы заметили, что одна вилка у нас лежит справа. Я сказала, что будет устрица, потому что мы рукой держим устрицу, а едим правой рукой. Поэтому все вилки для морепродуктов тоже лежат справа, потому что так удобнее. Следующий момент. Как будет удобнее, если официант при выносе блюд будет забирать сначала приборы, которые лежат ближе к тарелке, да, и уносить каждое блюдо, либо будет забирать приборы, которые лежат крайне. Конечно, крайне. Значит, первые лежат те приборы, которые пойдут к первому блюду. Логично? А первым у нас обычно подают салат. Ну, в данном случае будет устрица. Мы ее кладем первой пока. Потом у нас пойдет салат. Для салата это самые тоненькие ножи и вилки. Они самые изящные. Дальше у нас с вами идет суп. Ложка для супа. Есть два варианта, куда ее положить. Либо по очередности, либо чаще всего кладут просто крайне справа. Не в зависимости, когда будет вынос супа. Дальше у нас рыба. Рыбный нож и рыбная вилка отличаются от наших обычных ножей и вилок тем, что он похож на лопатку, но есть им надо не как лопаткой. Вот позже я расскажу. А вилка имеет вот такую талию, видите, углубление и удлинение в центре. И так как мясо будет последним, последним кладется просто наша обычная вилка и нож. Все. Все очень просто. Дальше у нас стоит хлебная тарелка. Она самая опасная, потому что на приемах, вот относительно меня, она стоит на одинаковом расстоянии. Я часто видела, когда, знаете, какие-нибудь мужчины в бабочках смокинга хватались за одну булочку одновременно рукой. Так вот, какая вы думаете ваша? Слева. Да. Почему? Потому что хлеб мы берем левой рукой, берем нож для масла и намазываем только тот кусочек, который отламываем, собираемся отправить в рот. То есть полностью булку мы не мажем, как у нас любят еще поперчить, посолить. Отламываем кусочек, берем нож для масла, намазываем и кладем нож для масла на тарелочку. Вот вся сервировка. Бокал у нас тоже стоит относительно выноса блюд. То есть вода ближе всего, к устрицам шампанское, рыба у нас будет следующим блюдом, поэтому белое вино и к мясу красное вино, поэтому оно стоит самым последним. Бокал, несмотря на то, красное, то и белое вино держится всегда за ножку, тем более шампанское. Если вы на фуршете, можно вот один мизинчик поставить с обратной стороны и получается, даже если у вас целый бокал, даже если вас человек толкнет, вы никогда его не обольете. Он очень хорошо держится. С красной помадой я часто спрашиваю, что делать. Да. Раньше, когда не было стойких про мат, по этикету рекомендовали обязательно промокнуть губы в дамской комнате. То есть нельзя это сделать за столом бумажной салфеткой и салфетку с помадой ставить на столе. Сегодня огромное количество брендов предлагают помаду красную, которая не оставляет следов вообще. Поэтому, вот чтобы совсем не попасть в неприятную ситуацию, лучше, конечно, если вы ее наносите, то пользоваться только помадой, которая просто не оставит следов. Настало время приступить к еде. Давайте обсудим, как пользоваться столовыми приборами. Американцы, если они едят мясо, они нарезают все, меняют приборы местами и потом едят только правой рукой и вилкой. Мы считаем, что мы Европа. Поэтому мы едим, как европейцы. Мы каждый кусочек отрезаем по очередности, отрезаем кусочек, накалываем и кладем его в рот. Вообще, есть негласное правило элегантности. Все, что можно наколоть, мы накалываем. Как будет элегантнее? Ем я вот так, либо я накалываю. Да, будет точно элегантнее. Следующие несколько правил, которые мы, к сожалению, не знаем. Нас учили совсем по-другому. Есть только три блюда, которые можно есть ножом и вилкой. Это мясо, любое мясо, кроме рубленого. Это твердые сыры и крупные овощи. Все остальное лучше, ну и рыба с соответствующим ножом. Все остальное есть лучше только вилкой. Все, что нельзя наколоть, мы, конечно, берем вилку именно как ложку. Считалось, что рабочий класс вилку держит так, аристократ вилку держит так. Крестьянин ест, наклонившись к тарелке, аристократ все считает, что в жизни идет к нему. Поэтому он даже еду ждал, пока рука ее поднесет. То есть, не наклоняясь, можно чуть-чуть поддаться вперед, если это суп. Есть немного блюд, которые можно есть руками. Это, в частности, хлеб, да, мы его действительно берем руками. И те блюда, которые являются фактически национальными, да, национальной кухней, это пицца. То есть, ни на одном приеме вам не подадут пиццу, поэтому не надо абсурдировать. И есть пиццу ножом и вилкой, вы, конечно, можете, но вкуснее, как это и придумали итальянцы, есть ее руками. Те же самые суши, мидии, допустим, это блюдо кого? Рыбаков. Какие там правила этикета? Да, и поэтому, конечно, их можно есть руками, не надо вот создавать пафос излишний там, где этого не нужно. Мария, а как можно элегантно закончить трапезу? Вы помните, у нас пауза, это так. Помните, нас так учили? Да. Пауза, на самом деле, когда вы кладете приборы в губь тарелки. Вот у вилки зубчики вверх, это пауза. И вы закончили, вы просто поворачиваете вилочку в эту сторону, так, чтобы черенки торчали, потому что, когда официант будет брать с левой стороны, ему будет удобно вот так взять, и он на вас ни на что не упадет. Вот есть вот такие элементарные вещи, которые в нюансах, они видны, если вот все, как говорится, проиграть на кнопке play. И есть хорошее такое правило, даже не правило, а фраза, которую я говорю даже самым большим скептикам относительно этикета, которые говорят, зачем нам этикет? Я обычно говорю, лучше знать и не нуждаться, чем нуждаться в том, чего не знаешь.